Добрый вечер. Добрый вечер. Мы на канале Бородач ТВ. И сегодня нас пригласили в замечательное кафе, называется Тайм Кафе. Здесь очень дружные ребята. Давайте они сами себя представят. Расскажите себе... А! Переходим дальше. Не-не-не. Давайте я с руководителя начну. Тобственно говоря, руководитель Тайм Кафе это я, Сергей Блинов. И являюсь директором Тайм Кафе. Решил организовать такую странную штуку. В другом ее не назовешь. Совершенно, походу, не коммерческий проект. А больше, походу... Деньги приносят, да? Да, деньги скорее уносят. Приносят. И чуть-чуть уносят. Тебе я сонатку правду в колоду, что ли? А я должен говорить, что мне приносят, что у меня ее много, я вам не скажу. Ладно, а вот та цель-то какая была создание? Вообще, что такое Тайм Кафе? Может быть, не знают люди наши? Звучай непростые. Это второе название Антикафе. Тоже непонятно. Соответственно, это формат развлечений, в котором человек приходит уже, когда его основные базовые потребности поесть, поспать, удовлетворены. И он приходит пообщаться, взаимодействовать с другими людьми, в игры, просто поговорить, поработать, если есть такая необходимость, имеется в виду, в интернете сделать посты, если тоже есть, только они по ним спокойно поработают. Дети прибегают, играют. Взрослые прибегают. Взрослые прибегают. Он не на меня тут показывал. А это вообще прибилось у нас уже, он с нами живет. Кто? Вот эта женщина. Можно узнать, как вас зовут? Женщина. Я женщина. Почему я? Которая прибилась. Еще пока не прибито. Как давно ты сюда прибилась? Как я давно прибилась? В декабре. До Нового года. В декабре. Пока еще не будет, надо того зашить. Дочь полка. Так, рассказывай. Мы его забрали, куда терили. С чего же вы терили? Я не понял, еще раз. Time Cafe от слова time, от слова время. Время, деньги. То есть что получается? Вряд пришел, да? И сел, и чего? Нет, я не сел, и пришел. Вас встретил администратор, рассказал формат. Вы получили свой номер, для того, чтобы можно было учесть время нахождения вас в нашем Time Cafe. И в этот момент вы платите только за время пребывания в Time Cafe. Ну то есть я с зарплатами бы себе позволил? Мы не знаем. А большой ли у вас зарплата? Вопрос такой. Параллельно, кроме того, что ты здесь сидишь, находишься, дай там? Да, есть здесь можно заказать чай. Да, и можно заказать. Идет стоимость минуты. А, входит стоимость минуты. А, просто не все это знают, кстати. Сюда не поесть приходят. Нет, сюда приходят не поесть, конечно же. Сюда приходят пообщен signed soon. Потому оно называется анти-кафе. Скорее, ты больше похоже на арт или... Пространство. Про иностранство. Про пространство. Про это мне расскажите еще, пожалуйста. Смотрите, у вас здесь для детей, для каких-то мероприятий, Несколько комнат, правильно? Ну вообще, единицы вообще. И вас проехали. Нет, только единицы, конечно, можно. Я вот видел, у вас мафия проходит, да? Да, мафия проходит. Ну вот, вы же там уединялись, правильно? Ну, скажи, было дело так. Да, было дело, да. А ну, а тесно, ну, есть? А закрывается там комната? Закрывается. Да, что вы хотите узнать? Кажется, у нас тесно. Уже Михаил с нами накрывался уже. Первая мафия прошла. Для детей-то у вас что есть интересно вообще? Для детей у нас есть отличный Xbox Kinecter, где можно побегать ребенку по виртуальной реальности. По-русски это как это? По-русски никак. Нет, они просто другие, эти компьютерные игры. Они предполагают подвижность тела, а не подвижность рук. То есть ребенок там бежит внутри пространства виртуального. У взрослых детей это распространяется? Распространяется. То есть ребенок может представить себя, например, в крысы из-за татуи. Ну или... Живого в этом образе. Или, например, за всей машинкой из тачек. Или представить... Так это отдельно не надо платить? Нет, это все за время это все входит в... Почему у вас батута нет? Потому что у нас низкие потолки. Поэтому у нас нет батута. А что еще у вас вот так вот, ну... Такого вот прям... Трансовочки. Вообще есть огромное количество настольных игр. А если, например, я провожу какие-то мероприятия, да? У меня есть могучая кучка людей, да? Я могу позвать сюда провести мероприятие какое-то? Это тоже... Их обязательно надо. Вы проводите... Мы ищем таланты, да. И те, кто хочет заявить о себе мероприятие. Нет, подождите. Давайте, а посадочных мест примерно сколько у вас? Сколько вы вмещаете? Вообще максимум. Да. Ну, 250-300. Да, 300-300. Кто нашел и кто? Опять же, потому что потолки низкие. Да, опять же, потому что потолки низкие. И стены хребкие. По поводу мафии. У вас по пятницам проходит игра такая замечательная под названием мафия. Совершенно верно. Да. Зазывайте. Зазываем сходка мафии будет в эту пятницу. Так, скажи опять же, для непосвященных, что такое мафия. Что такое мафия? С чем ее едят? Ты только ничего не говори и не подсказывай. Игра мафия в город. В смысле? Город заснул. Город заснул. Мафия. Что ж такое игра мафии? Это игра, в которой человек может проявить свои ораторские качества и искусство. Он может убедить остальных людей в своих мыслях. Убедить или навязать в свои мысли. Но они... Михаил обманческие качества. Михаил. А это как ножик. Он может... Его можно использовать для нарезки колбасы, чтобы накормить людей, а можно для того, чтобы по рубашек. Ну как это? Проходите, проходите. Не стесняйтесь. Присаживайтесь. Давай, давай. У нас все сразу. Я бы в мафии назвал игрой искусство лицемерия. То есть человек примеряет лица и пытается сыграть это лицо убедительно. Интересное мнение. Три раза потрянь доктора, который молчал. Почему ты молчал? Ну, хотел посмотреть на глаза этим людям, когда они узнают, что повесили доктора. Понятно, с доктором, когда работаете, когда начинаете, заканчиваете? До последнего клиента? Нет. Нет. Работаем от нуля... От нуля и выше. С 12 до нуля. С 12 часов дня до нуля, да? Состоянный администратор здесь, да? Да. Либо я. Бедный администратор. А если, смотри, если что-то заказывать, надо как-то... Как это сделать? Позвонить. Позвонить. Куда позвонить? Какой телефон? Мобильный или сотовый? Ммм... Какая разница? Мобильный сотовый. Не мобильный сотовый. Ну так ты... 987, кстати, на самом деле. 0,7,62. Так, еще раз. 987, 0,7,62. Туда. Все, окей. Туда? Туда. Да, еще раз. 987, 0,7. Подожди, обычно... Какую сейчас строка? Обычно, чтобы забронировать мероприятие, нужно... За сколько? Михаил. За сколько примерно? Ну, как минимум, за день. За день. То есть у вас сейчас нет такого, что у вас на два месяца расписано мероприятие? Нет. Пока что нет. Пока что нет. Хотя есть люди, которые уже на март... Детские праздники, они дни рождения, они днем, они уже прописываются на... А детских мастер-классах у вас не проходят, никаких рисований на лице, там, как это называется? Ну, да, по грим, вот эти вот всякие... Проводятся у вас какие-то мероприятия вот по этому? Да-да-да. Да-да-да. Аниматор, да-да, в команде работает. Аниматор у нас есть, да, у нас есть партнер-аниматор, который проводит мастер-классы по гриму. То есть на нождение можно... Да, на приходе, да, это... То есть у вас есть столики, да, почему вы им это не говорите? Вот такие столики, там еще есть столики, да, можно? Да, есть столики. Так, подождите, что кондитер делает? Что за того, как вы показали самого главного кондитера по-своему Бородач-ТВ? Это не главный кондитер нашего бизнеса. Я его сразу это... С ними смотрю, печеньки, да? Нет, печеньки, ну, пирожки. Пирожные, капкейки. Это... Капкейки, это что такое? Да, ну почему я не вижу их на мафии? Я не понимаю. Потому что за деньги. Да, на полуночные деньги. Борис, я не знал. И сладно пока только детям. Вот так. А вы выросли. А дети до какого возраста? Ну, последнее мероприятие, это были дети от 5 до 10 лет. Да. На мероприятии, вот. И я для них делала... Это квесты. Кексики. Капкейки, это... Калки. Нет, это пирожные, по сути. Маленький торт, чашек. Капк, чаша, кейк, торт. Кексики. Кексики, да. Как дети у нас тут кексик? Сын говорит, кексик. Мама, кексик где? Так, как эти кексики предварительно заказать, опять же? Куда идти? Номер телефона. Позвоните мне на телефон. Все знают. Девятьсот восемьдесят один, семьсот тридцать шесть, тридцать пять, ноль два. Олеся. А если может быть... Фотограф рядом сидит. Фотограф. Вот. Я душу, фотограф. А мы-то ездили в Ленинград, чтобы сфотографироваться с Михаилом. На посту? Да, мы не знали. Ты же во время игры-то ничего не говоришь. Как я могу говорить, если тут... Такое брутальное лицо. Мне кажется, опять думал, маньяк вместе сидит. Ти-ти-ти. Город заснул. Он из мафии всегда скучает. Так, опять мафия у вас скучается. Подождите, еще. Вот берите фотографы, если что, можно фотосессии здесь устраивать? Правильно? Да, у нас здесь были фотосессии. У нас здесь выступ... Снималось... Репортаж. Мисс... Фуркурс Мисс Сосновый Бор. Ну, это... А, после тридцати. А, нет, ей было до тридцати. И снимали... То есть, это было... Наше кафе использовалось как площадка для интервью. То есть, у вас, по идее, много... Вот, эти, как называется... Направлений. Локаций. Локаций, да. Локаций. Есть кирпичики, там есть стенка, да? Сосеровые фонусы. Да, 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 да. Слушай, вопрос такой... Наконец-то. Нет, ну... Сидит там этот, в малиннике такой ловко. Меня просто зажали немножко. Не поняли, продохнули. Наш. Вопрос такой. Печеньки, чай, это хорошо. А если дети хотят покушать, что есть? Конечно, мы можем заказать у своих партнёров, опять же, пиццу. Они получат эту пиццу с 15-процентной скидкой. В отличие от того, сего будет заказывать не от нас. В данном случае это была пицца. Хорошо. Там кто-то входит в эту скидку, у них не только пицца, но и суши, роллы. Вот такая продукция. Истинские пироги. Истинские пироги. Вот это я не буду. Входит распространенность на них или скидка. То есть они у них есть, да. То есть ещё успеем заказать. Да, ещё успеем. А выходные у вас нету? Тарифа подороже-то вот. Тариф подороже? Нет. Нету разницы, да? Нет, пока нету. Пока нету. Теперь мы подумаем. А, теперь я задумаюсь об этом. Понятно, просто, ну, может быть, действительно, человек придёт, там, например, не... Сколько у вас вообще стоимость часа? Два рубля минуты, первый час, полтора рубля, второй, третий, четвёртый, пятый, четвёртый. Час сколько стоит? 120 рублей. Господи, ты боже мой. Хорошо. Максимальный чек 390 рублей. С человека. Это значит, что... Сколько бы ты не просидел, 390 рублей заплатишь, больше не заплатишь. Чё с ним? Какой попил? Печеньки начинаем работать. Вы работаете с нуля. Ой, с нуля. Подождите, самое главное, не сказали, где вы находитесь. Липовский, 25. Это торговый центр Липовский. Вот, самое главное. Торговый центр Липовский. Подожди, Михаил, ничего не говори. В соцсетях вы есть где-нибудь? Да, конечно. Представлены, что у вас сайт, группа? У нас группа, у нас группа ВКонтакте. Как называется? Сидим, машин. По-русски надо тайм-кафе набирать или по-английски? По-английски. Не, так найдешь и выскочишь на многих таких. Это важно. Да, я понимаю, это важно. Но там тайм-кафе, латиница, почерк, чек-ин. Господи, Сережа, чек-ин сосновый бор. Какая латиница. Так и находишь? Да. Я просто себя не находил так. Видите, пожалуйста, стол, показайте чек-ин, как пишется. Чек-ин. На будущее тайм-кафе по-русски напишите. Не понял, он по группе. А чек-чек, ну нет, вообще, в названии группы, ну так. А там есть, там есть. По-русски, да, есть тайм-кафе. Ну так надо говорить, тайм-кафе по-русски пишите, сосновый бор. Не понял, кириллицы набирать? Да. Ну, люди не любят английских названий писать. Когда ты, ну, английские названия в поисковике вливал, по-русски? Сегодня. И что, тайм-кафе искал? Нет. Своё. Нет. Конечно же я не искал тайм-кафе. Ну, искал я. Но суть не в этом. Ладно, сейчас мы, дорогие радиослушатели, они нас не поймут, что мы тут уже углубились. Обращение к нации-то есть какое-нибудь? Квал. Ну, типа, последние два места осталось там, знаешь. Последние два места? Ну, да, да, всё занято, приходите, вот, на тонущий корабль, в смысле. А не избегайте, да? Ну, приходите в пятницу, будет интересно. И не только в субботу приходите, тоже будет интересно. Приходите каждый день. На мафию навалит, сейчас, на пять масок не будет. Да, пускай приходит. Нет, книжки выдать. Опять книжка выпадает. А мы пойдём в КФС, наберём там этих. Пакетов, вырежем там глаза. Нет, глаза не надо. Я приду на это, посмотрю на пакетик. У него уже, это, маски. Да, мы можем раскрасить, если кто хочет, можем раскрасить, у нас есть белые маски. Их можно раскрасить в виде, и сделать их индивидуальными. С усами, без усов, в виде анонимистов. Ну, это уже мы куда-то угнали. Ну, это интересно. Михаил Михайлович, да, с Камчаткой всё. Так вот. В общем, что, давайте тогда заканчивать немножко, да, наше маленькое интервью. То есть, ещё раз, находитесь вы в Липовске. Липовский 25, это торговый центр Липовский. Липовский 25, торговый центр. На первом этаже. На первом этаже, да. Справа от главного входа. Работаете с 0 до 12 часов. Наоборот, с 12 часов. И максимальный... Максимальный чек 390 рублей. Это максимум, что вы можете здесь оставить за время препровождения, за наши услуги. Если вы не покупаете пиццу, не покупаете... А кальян у вас ничего не курит здесь? То есть, у вас здесь не курящий? Ага. Сложный вопрос. Сложный вопрос. Ну ладно. На него сложно ответить. Ну, на этой хорошей ноте мы, наверное, и закончим. У нас сложно. Всем пока. Машим ручками. Вот так. Эй, пришла посидеть.